История о плодном сыне Что он говорит, когда находился в свинарнике? Находясь в свинарнике, он был голодный Но он не мог есть то, что ели свиньи Потому что это не переваривается в нем Он мучился, он страдал У него было расстройство желудка Он думал, что он погибнет И что сказал в этот момент плодный сын? Сколько наемников у отца моего Избыточествует хлебом А я умираю от голода Блодный сын Находясь в свинарнике, к какому он заключению пришел? О том, что если я буду находиться в свинарнике далее Я погибну от голода Однако в доме отца же моего Там даже наемники избыточествуют хлебом Он это ясно понял Блодный сын Находясь в свинарнике Он ясно понял Что если я буду здесь находиться далее Я буду мучаться от голода Мне будет тяжело, мне будет трудно Однако в доме отца моего Даже если я не буду больше сыном Но там даже наемники Избыточествуют хлебом В доме отца моего Там точно есть хлеб А значит Я противился Отцу Источил все имени И если отец будет ругаться Что я скажу? Блодный сын говорит Отче, я согрешал против неба и пред тобою И уже не достоин называться сыном твоим Прими меня в число наемников твоих Он говорит Теперь я буду трудиться, отец И дай мне всего лишь пищу Да, я может уже более не достоин быть сыном Но ты ведь можешь принять меня в число наемников твоих Блодный сын Вот почему пошел в дом отца Когда вы идете к Господу Богу Мы Господа Бога не можем увидеть глазами Поэтому, живя в этом мире Часто мы не можем точно представить, как с ним общаться Но Когда мы открываем Библию И Библии Мы можем ясно увидеть в сердце отца Наше положение И тогда мы сможем легко научиться вере Сестра Чесу Йон У нее было воспаление позвоночника Она не могла сама ходить в туалет ни по большому, ни по маленькому Она лежала в постели и проводила время По маленькому она еще могла ходить сама, используя специальный аппарат А по большому же она не могла ходить Поэтому мама давала специальный препарат, который делает кал мягким И потом руками давила на живот, чтобы кал вышел с организма Живя такой жизнью Она встретила меня В тот день Я проводил утреннее собрание в городе Куми И Су Йон Сидела в конце зала на эвалидной коляске Я подошел к Су Йон и спросил Смотри, все сидят на стуле А почему ты сидишь на эвалидной коляске? Тебе там интересно? Я пошутил Тогда Су Йон сказала мне Пастор, мне 19 лет Я учусь в старшей школе И меня зовут Су Йон И затем она рассказала, что у нее воспаление позвоночника Врачи говорят о том, что я смогу жить, лежа в постели и в скором времени умру Тогда я спросил у нее Скажи, пожалуйста, ведь современная медицина очень развита Она что, не может вылечить всего лишь какое-то воспаление? Она сказала, что это невозможно Не могут вылечить это воспаление В этот момент я подумал С Йону нужно стараться или молиться усердно Нет ведь А какое сердце я должен передать ей? Я должен познакомить ее с сердцем Иисуса Христа И я начал рассказывать о сердце Иисуса Христа Я сказал ей Су Йон, если посмотреть Библию Каждый раз, когда Иисус встречал больных Он ни разу Ни разу не отворачивал своего лица от больных Особенно если мы посмотрим в второзаконе Там есть такое слово Не оставляй их Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся Не оставляй их, но возврати их к брату твоему Когда увидишь верблюда дороги Не оставляй их И таких слов очень много второзаконий И знаете, я очень люблю это слово Я, конечно, ни овца, ни верблюд Однако в Библии написано Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся То есть человек на дороге увидел вола или овцу Который заблудился, привязал у себя дома Потом ищет человека, который потерял это животное Старается, чтобы вернуть хозяину Бог приказывает делать так Господь Бог не радуется, когда мы оставляем Другими словами Да, порой бывает, что мне хочется отвернуть мое лицо Пройти мимо Однако Бог говорит, что не оставляй Поэтому я не могу оставлять тех людей, которые мучаются Здесь написано, не оставляй их Когда я читал это слово, у меня была большая благодарность Потому что это значит, что Иисус Который сказал, что не оставляй Разве Иисус сможет пройти мимо нас Когда мы будем болеть, говоря о том, что Ему нужно общаться с Богом Или пройдет мимо нас, когда нам будет трудно Нет, Иисус Христос ни в коем случае не оставит нас Иисус Христос знает то страдание, которое у меня есть Он знает мою боль, Он знает мою печаль Он знает мое мучение А значит, Иисус ни в коем случае не пройдет мимо Ведь Сам сказал, не оставляй Он вылечит нас от болезни Он сделает нас совершенными Он может освободить нас от греха Он может даровать нам счастье, радость и свободу Такой Иисус ни в коем случае не оставит нас Он не сможет пройти мимо Сухен, поверь, Он не сможет пройти Господь ведь ясно говорит, что будет защищать тебя Будет помогать тебе Он будет заботиться о тебе Но, в первую очередь, твое сердце должно стать единым с сердцем Бога Для этого тебе не нужно много пожертвовать, манлиться или делать много добрых дел Нет Нужно, чтобы твое сердце и сердце Иисуса просто соединилось Нужно, чтобы они соединились в едино Электричество проходит по проводам И если провод будет разорван, тогда не получится Знаете, в Корее очень хорошо работает Wi-Fi И поэтому пользоваться им не сложно Однако за границей же очень слабый сигнал Wi-Fi И порой бывает, что я хочу позвонить за границей И у меня не получается позвонить Поэтому говорю, чтобы все выключили свои телефоны Wi-Fi Чтобы я мог пользоваться Я говорю, все, и только я буду пользоваться, выключите ваш Wi-Fi И таким образом я могу пользоваться Wi-Fi, когда уже хороший сигнал И находясь за границей, я могу позвонить в другие страны То же самое между мной и Господом Богом Мы соединяемся не через Wi-Fi, не через интернет Или не что-то другое А когда наше сердце будет таким же, как сердце Божье Тогда Бог будет очень легко действовать у нас Господь Бог, когда говорит, веруй Человеку, который болел 38 лет Иисус говорит, встань, возьми постель твою и ходи Этот человек, который болел 38 лет Он имел самые лучшие условия, чтобы Иисус мог действовать Почему? Потому что когда Иисус сказал, возьми постель твою и ходи Тогда у него появилась вера, что А, Иисус Христос сделал, чтобы я мог встать и взять постель твою и ходить Иисус Христос, Он дал силу, чтобы он мог встать Чтобы этот больной мог встать, взять постель свою и пойти А, если Иисус Христос даст мне силу, значит, я смогу точно ходить У человека, который болел 38 лет, у него появилась такая душа И поэтому он стал единым сердцем Иисуса И с того момента, как электрищество, когда соединяется проводами И то электрищество приходит Если хотя бы чуть-чуть будет разорван провод Электрищество не может проходить Однако если соединиться, тогда через этот провод проходит электрищество в наш дом И мы используем для того, чтобы работал холодильник, стиральная машина, рисоварка или телевизор Электричество мы можем пользоваться в любых электрониках То же самое для Су-Йон Я сказал Да, Су-Йон, тебе не нужно усердно болиться или трудиться или покаяться или осознавать свой грех Нет, такие вещи могут помочь ей А нужно было сказать такое слово, чтобы ее сердце стало таким же, как сердце Иисуса Христа Ведь тогда Бог сможет работать у нее А чтобы ее сердце стало таким же, как сердце Иисуса Христа Мне нужно передавать слово Иисуса Христа Несмотря как это слово выглядит И когда мы принимаем это слово веры в наше сердце Тогда наше сердце становится, как сердце Иисуса Христа Именно поэтому Библия и спрашивается Веруешь? По вере твоему будет Так говорит нам Библия Когда я общался с Су-Йон Я сказал Я читал Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна Много раз я читал книги Евангелия И в этих книгах я видел много слов об Иисусе Христе Иисус Христос ни разу не проходил мимо больных людей Иисус Христос, Он всегда исцелял, помогал, руководил Когда Иисус Христос пришел к купальню Вефезда Там лежал человек, который болел 38 лет Интересно Иисус Христос, Он вылечил человека, который болел 38 лет? Но, к сожалению Если посмотреть Евангелие от Иоанна 5, там написано В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссосших Ожидающих движения воды В пятой главе говорится о том, что есть многие больные И они могут исцелиться двумя способами Первый способ – это поблагодарить Иисуса Христа Ты можешь быть исцеленным А второй способ – нужно ждать, чтобы ангел с небес спустился и возмущал воду И когда ангел возмущает воду Первый, кто войдет в эту воду, тогда сможет выздороветь И когда люди слышат, что это ангел, тогда люди думают, что это ангел Господа Бога Однако этот ангел – это не ангел Божий Это злой дух Почему я так говорю? Потому что когда Иисус Христос пришел к купальню Вефезда Эти больные, они не смотрели на Иисуса Потому что ангел, уже зная о том, что Иисус придет Ангел сделал, чтобы все смотрели в сторону купальни Именно поэтому это не хороший ангел Этот ангел тот, который сделал, чтобы лица больных, которые должны быть направлены в сторону Иисуса Были направлены в сторону не Иисуса, а в сторону купальни И их спины были направлены в сторону Иисуса Именно поэтому Иисус Христос не мог исцелить других больных Однако человек, который болел 38 лет Только его Иисус Христос исцелил в этой купальне Ему даже не нужно смотреть на купальню Почему? Потому что он говорит Когда я вхожу в купальню, уже другой сходит Другими словами, все равно я не смогу войти в купальню Как бы я ни старался Все равно я не смогу войти раньше, чем эти другие люди Поэтому Даже если я буду смотреть в сторону купальни Я не смогу войти в воду, когда будет возмущаться вода И поэтому этот больной, он лежал у дороги и просил милостыни Этот человек, который болел 38 лет, у него была возможность встретиться с Иисусом А у других же не было возможности встретиться с Иисусом Именно поэтому Иисус Христос исцелил только человека, который болел 38 лет Иисус говорит ему Встань, возьми постель твою и ходи Тогда этот больной Он встал Услышал слово, которое Иисус говорит Встань, возьми постель твою и ходи У этого больного, конечно, появляются разные-разные мысли Этот больной думает Я верю в Иисуса Христа Тогда, если Иисус говорит Встань, возьми постель твою и ходи А если Иисус говорит Встань и ходи, значит я смогу ходить Ведь Он сделает, чтобы я мог ходить Иисус не станет говорить Встань, возьми постель твою и ходи Если Он не сделает меня таким, который может ходить Если у Него будет вера, Он сможет легко встать Понимаете это? Однако У этого больного Что говорит дьявол? Да, Иисус всегда говорит так Он говорит такие вещи, которые невозможны Но Он говорит так, как будто это возможно Мои ноги ведь иссохли, как я смогу ходить? Если я мог бы ходить Я что, сумасшедший, чтобы лежать в этом месте? Да, у этого больного появляются два голоса Также и вас это касается Бог, в которого мы веруем Это всемогущий Бог Аминь А также Это Бог, который любит нас Это Тот, который послал Своего Единородного Сына, чтобы спасти нас Это всемогущий Бог И если всемогущий Бог любит нас Разве есть то, что Богу будет неугодно? Скажите Если у меня болит живот Когда мне было плохо Тогда Когда я смотрю Я смотрю, это возможно или невозможно Однако Нам не нужно смотреть Это возможно ли для меня или же невозможно Ведь у нас есть Иисус Главное Иисус это возможно или же это невозможно Иисусу Аминь Именно поэтому Внутри вас появляются разные голоса Разные мысли Но самое главное Это то, что Иисус это Бог Именно поэтому Что говорит Иисус мне? И по слову Иисуса все происходит Бог делает, чтобы у нас появилась такая вера Че Юан Его ужалил Скорпион И он умирал В таком состоянии мне позвонили Юан Его ужалил Скорпион Когда он спал И прошло где-то 12 часов Яд Скорпиона распростнился по всему организму И яд дошел до сердца И у него практически не чувствовался пульс Наш представитель там Он начал бить по лицу Юана И говорить Юан, приди в себя Юан, приди в себя Он стучал по сердцу Чтобы Юан пришел в себя Привезли его в больницу Врачи говорят Этот молодой человек Он умрет Его ужалил Скорпион И почему бы вы его не сразу привели А только сейчас привели в больницу Если бы вы его сразу привели И то маловероятно, что он выживет А сейчас уже поздно Пожалуйста, помогите Но им сказали Нет, забирайте его Их прогнали из больницы Пришли в другой больнице Но и в другой больнице тоже самое сказали Просили ей помочь Тогда просто дали кровать Дали лекарство какое-то Сделали укол Но у него остановилось дыхание Тогда врач сделал искусственное дыхание И он начал дышать Однако его давление начало падать Когда измеряли давление Обычно у человека Например, у меня Когда я занимаюсь спортом Тогда утром После плавания У меня 142 на 87 А если я не занимаюсь спортом Тогда где-то 137 А у Юана же На тот момент Давление упало до 20 То есть, другими словами Можно сказать, что сердце практически не бьется Также Наша температура 37 градусов А у него написано На карточке, что у него была температура 17 градусов То есть, практически он был Трупом В этой ситуации Из Кореи до Либерии 18 часов лететь нужно на истребители Я хорошо знал этого молодого человека Скажите, что я ему могу послать? Лекарства или врача? Ничего не могу Однако через телефон Я могу говорить ему о вере Юан Послушай меня Сегодня утром Я читал книгу Исайя 40 главу 31 стих Знаешь, что там написано? А надеющиеся на Господа Обновятся в силе Поднимут крылья, как орлы Потекут и не устанут Пойдут и не утомятся Юан Послушай Послушай Бог Ни в коем случае Не обманывает В Библии В Библии Говорится, что Надеющиеся на Господа Обновятся в силе Юан Тебя Ужалил Скорпион И чтобы победить Яд Скорпиона Тебе нужна Новая сила Господь Бог Говорит через слово Бог ни в коем случае Не станет обманывать Юан Попробуй уповать На Господа Бога Тогда Господь Бог Обязательно Даст тебе Новую силу Как орлы Поднимают крылья Потекут и не устанут Пойдут и не утомятся Бог даст Новую силу Юан Я читал это слово И знаете Господь Бог Пока я занимаюсь Делами Евангелия Я молился Господу Богу Чтобы Бог Ты Сделай меня суперменом Чтобы я мог Активно передавать Евангелие И когда я так молился Пастор О Сонг Юн Был рядом со мною И он тоже вместе Со мной так молился А в последнее время Пастор О Сонг Юн Говорит, что Пастор Пак Вы стали как супермен Бог услышал Вашу молитву Особенно когда Я вижу Как я летаю на самолете Знаете Раньше Когда я из Лос-Анджелеса Лечу Венчона Потом из Венчона В город Тегу Я так уставал Или например Из Тегу Я еду после собрания В город Тегу Я был очень уставшим Но сейчас Знаете Как супермена Бог меня сделал Крепким И знаете В этот раз Например Я был в Бразилии Раньше Когда я летел Из Парагуая Нужно было лететь 30 часов И я так уставал Но сейчас Я не понимаю Как это можно Уставать В самолете Мы разве что Копаем там на поле Или что-то делаем Сложное Хочешь Пей кофе Хочешь Пей спрайт Или кока-колу Все что тебе нужно Там предоставят Знаете У меня Миллион миль И поэтому Всегда сотрудники Авиакомпании Рядом со мной Всегда приходит Управляющий Здоровается И говорит Я управляющий Скажите Если есть какие-то Неудобства Чем я могу вам помочь И хочешь Спей Хочешь читать книгу Читай книгу Хочешь смотреть фильм Смотри фильм Почему ты устаешь И знаете В самолете Я не устаю Бог мне дает силу Йоанн Послушай Библия Это Слово Бога И Господь Бог Говорит Надеющиеся на Господа Обновятся в силе Господь Бог Ни в коем случае Не будет Обманывать Йоанн Попробуй Надеяться на Господа Бога Тогда Господь Бог Даст тебе Новую силу И тогда Ты Легко сможешь Победить яд Скорпиона Очень просто На самом деле Йоанн Он в тот момент Думал, что он умрет Ему было так мучительно И поэтому он подумал Лучше умереть И о чем он В тот момент думал Когда он летел Либерию В аэропорту Его провожал отец И отец Очень тепло Его обнял Он подумал О, я хочу Перед смертью Быть в обятиях отца Его душе Уже была смерть Однако я передал ему Это слово Йоанн Библия не обманывает Бог говорит нам Надеющиеся на Господа Обновятся в силе Йоанн Посмотри на Господа Уповай на Господа Смотрите Что такое вера Это молиться Говорить на иных языках Да С ума сходить Не это является вера А просто Верить в слово Библии Как оно есть Потому что Ведь это есть Слово Бога Почему у нас Не появляется вера Если Бог говорит И веру И все Надеющиеся на Господа Обновятся в силе Написано в Библии Даст Бог силы Нет Это Богу решать Но Если вы надеялись На Господа Бога И если Бог не дал вам силы Значит Бог обманщик Верно? Это значит Бог обманул вас Скажите О Господа Бога Есть какой-то Знак Знаете В этом мире Когда покупаешь предметы Надо смотреть Какое Это производство Какая-то компания Производит Правильно? Но У Господа Бога Да? Представляете Как это у Господа Бога Мы будем что-то покупать Именно поэтому Господь Бог Он точно Говорит Что надеющиеся на Господа Обновятся в силе А это что значит? Это значит Что Господь Бог Обещает И тогда нужно Просто надеяться на Господа И посмотреть Если же не появится сила Значит Бог обманщик Тогда не стоит Верить в Бога Однако Господь Бог Обязательно Исполнить Свои обещания Но с этой стороны Дьявол Очень сильно действует У нас Смотри Ты же раньше плохо верил И ты же так страдал Помнишь? Что значит плохо верил? Просто верить Это верить Веришь Значит веришь Не веришь Значит не веришь Нет такого Хорошо веришь Плохо веришь Понимаете? Веришь Значит веришь Верно? Да? А мы говорим Вот ты же плохо верил Нет Я верю или не верю Ага Сейчас я верю Надо просто поверить Иоанн услышав Мое слово Он подумал Господь я надеюсь на тебя То же самое касается и Сухен Сухен Послушай меня внимательно В твоем сердце Если соединится с Богом Тогда Твое сердце будет Единым сердцем Бога И с того момента Господь Бог Будет действовать у тебя Я сказал Господь Бог Иисус Христос Когда находился на земле Он никогда не проходил Мимо больных людей Что вчера Что сегодня Что завтра Иисус Христос Будет вечным И сейчас Он также желает Исцелить твою болезнь А значит Сухен Когда твое сердце Сможет стать Единым сердцем Бога Ты знаешь Я спросил у нее Я сказал Иисус говорит Что я из тебя исцелю А значит Иисус Меня исцелит Тебе нужно просто Так поверить Я Сказал Су Йон У Су Йон Начали Сиять глаза И я видел Как у нее появилась вера Я сказал Су Йон Давай вставай Все Я уезжаю Из этого города Скоро увидимся И я поехал в Сиул Прошло 3 месяца И Су Йон Написала мне письмо И в письме Было написано Пастор Врач Говорил о том Что я умру Лежа в постели Но я Ничего не сделала Пастор Просто поверила В Слово Бога Но сейчас Я могу ходить Сама в туалет Писать письмо Вам А она Рассказывала мне Об этом Знаете Так горело Мое сердце Знаете Я это письмо Расместил В рамку И положил В себя В кабинете Ну Может кто-то Украл Может Но Я не мог Видеть Это письмо Но интересно Когда я передаю Слово На экране Это письмо Показывают Содержание письма Содержание письма Было настолько красивым Хорошим Что я Специально Берег в кабинете А потом Это письмо Исчезло Но мне кажется Те братья Которые отвечают За видео Они забрали Потому что Они показывают На экране Это письмо Письмо В которое Написала Съемни Это очень Удивительное Письмо Там написано Я Ничего Не сделала Я всего лишь Поверила Но теперь Могу ходить В туалет Писать письмо Это удивительное Деяние Господа Бога Что Сделала Суен Тогда Она Умирала Из-за воспаления Позвоночника Чтобы Соединиться В единое Сердце Господа Бога Иисус Христос Никогда Не проходил Мимо больных Людей Он всегда Исцелял Больных Он всегда Оживлял Их А значит Если такой Иисус Со мною Значит Он И мою Болезь Исцелит Она Просто В это Поверила Приняла Это слово Верою Если вы Дорогие Братья и сестры Будете знать Ясно Это Евангелие И веру Если вы будете Жить по вере Тогда вы будете Очень счастливыми Вы будете Очень счастливыми Я В моем доме Было Очень много Проблем Я наверное Об этом Много раз Говорил Когда я Переехал В город Паду Первую ночь Я Надышался Газа От Сгорания Угля Инсук Ночью Плакала И знаете Я был в тот день Настолько Уставшим Потому что Мы переезжали И я Проснулся И я начал Злиться Я сказал Моей жене Дорогая Почему Вы делаете Чтобы наша дочь Плакала Но моя жена Сказала Я не знаю Но она Почему-то Плачет Мы постучали По спинке Она уснула Потом прошло Немного времени Наша дочь Снова Начала Плакать И поэтому Я проснулся Снова Я начал Снова Злиться Я сказал Почему Она плачет Но моя жена Сказала Ну я не знаю Она просто Плачет Я сказал Включите свет Мы включили свет Но ничего Странного Не было В комнате И потом После того Как включили свет Моя жена Сказала Что хочет Пойти В туалет Когда она Открыла Дверь Комнаты Вдруг Подол Холодной Ветер И оно Упало Потеряв Сознание Тогда я Понял А мы Сейчас Дышали Ядовитый Газ Наверное Молодые Люди Не знают Но Те люди Которые Жили В период Когда Дом Топили Угольным Брикетом Они знают Что если Надышаться Газа От этого Тогда Когда Они встречают Холодный Ветер То теряется Знание Поэтому Я Подтолкнул Мою дочь Ногами К двери Почему Потому что Если я Возьму На руки Если я Упаду Тогда Она Может Сильно Пострадать Я Начал Кричать По-моему Я кричал Чтобы помогли И тогда Соседи Пришли К нам И спросили Что Случилось Я сказал Мы Надышались Газа Поэтому Нам Нужна Помощь Тогда Соседи Они Приготовили Соседнюю Комнату И Утеплили И потом Наша Соседка Принесла Кимчи И знаете Я Когда Выпил Сок Из Кимчи Голова Которая Так сильно Болела Она Стала Чистым Ясным И Наверное Наши предки Зная О том Что Такое Произойдет Они Заранее Разработали Кимчи Знаете Я Очень Благодарен Господу Богу Даже Взрослые Не могли Почувствовать Что Есть Утечка Газа Но Наша Дочь Почувствовала Если бы Она Не Плакала Мы Погибли В первый Раз Когда Она Заплакала Мы Не Поняли Но Когда Второй Раз Она Заплакала Наша Жена Захотела Выйти В туалет И Она Упала Без Сознаний Тогда Мы Поняли Что Мы Дышали Газа И Представляете Если бы Мы Погибли Тогда На следующий День В газете Было Написано Что Вот Пастор С женой И С дочерью Погибли Знаете Я Пока Находился В Господе Боге Евангелии Я Не Старался Защищать Себя Господь Бог Сам Защищал Меня Я Мог Ясно Это Увидеть Сегодня Самая Большая Проблема Наша Смотрите Блудный Сын Он Знает Что Если Пойти В дом Отца Там Есть Много Хлеба Однако Дьявол Делает Таким Образом Чтобы Именно Такое Место Было Самым Большим Бременем Для нас Смотрите Блудный Сын Говорит В доме Отца Моего Сколько Наемников Избыточе Своит Хлеба А Я Умираю От Голода Смотрите По Человечески Когда Вы Думаете Попробуйте Оставить Ваши Человеческие Мысли Когда У вас Есть Проблема Когда У вас Есть Болезнь Когда У вас Есть Разные Ситуации Попробуйте Попробуйте Полностью Освободить Своё Сердце И Подумайте Как бы Поступил Бог На моем Месте А во Вторых Да Я Последнее Время Мало Читал Библию Жил По Плоти Пропускал Воскресные Собрания Жил По Плоти Смотрел Телевизор Я Жил По Плоти Разве Господь Бог Будет У такого Меня Действовать Оставьте Все Эти Мысли Стерите Их Потому Что Дьявол Говорит Вот Смотри Ты же Сделал Плохое Ты же Ругался Ты же Обманывал Ты же Воскресенье Не ходил В церковь Ты же Не заплатил Десятину Разными Причинами Дьявол Говорит Нам О том Что Бог Не будет У нас Действовать Дьявол Так Говорит Нам Однако Знаете В такой Ситуации Вы скажите Дьявол Вон От Меня Господь Бог Не смотрит На Мои Дела Послушайте Внимательно Бог Смотря На Кров Иисуса Христа Которая Была Пролита На Кресте Принимает Меня Понимаете Все Вы До Единого Когда Вы Смотрите На Себя Да Наверное Вы Видите Плоть Верно Даже Пастор Пак То же Самое Некоторые Люди Говорят Что Вот Пастор Пак Очень Духовный Нет Я Такой же Человек Как Вы Я Тоже Поступаю По Плоти Иногда Знаете Однажды Мы Постились И Моя Жена Спросила Сколько Ты Не будешь Поститься Я сказал Где-то Четыре Дня Но Потом Прошло Два Дня Знаете Бог Ответил На Мою Молитву И я Вернулся Тогда Моя Жена Сказала Я Так И знала Что Ты Так Быстро Вернешься И Немножко Было Конечно Обидно Но Я Не Всегда Так Она Говорит Ну Что Значит Ты Так И Думала Моя Жена Всегда Негативно Обо Мне Думает Да Я В тот Момент Так Подумал Да Действительно Я Так Слабый Знаете В последнее Время У меня Вышел Пузо И поэтому Я Стараюсь Ночью Не кушать В пятницу Прошлые У Брата Ким Сан Уон Который Является Директором Хора Циндале Мы проводили Собрание И он Приготовил Кашу Из Морских Уш И знаете Так было Вкусно И Я подумал Все Я с ним Только Одну Кашу И все Я Поделился С братом Муном Который Был Рядом Со мной Но было Так Вкусно Что Я Ел Ел И потом Подумал Нет Мне же Нельзя Столько Есть Что Я Делаю Знаете Я У меня Такой Хороший Аппетит Я Думаю Всегда Что Ой Я Перестать Должен Есть Но Потом Проходит Время И я Не замечаю Как Начинаю Есть Ведь я Когда Садился Я Говорил Себе Что Я Буду Есть Мало И Интересно Знаете Когда Накрывать Стол Я Не умею Долго Ждать Да Если Подождать Это Лучше Конечно Но Я Я Не могу Долго Ждать И Знаете Еда Очень Вкусная Если Поехать За Границу Знаете Я Очень Благодарен Нашим Женам Служителей Может Кто-то Подумает Что Это Чересчур Но Однако Знаете Жены Старших Служителей Знаете Они Мне кажется Нет Настолько Преданных Людей Как Они Знаете Они С собой Берут Разную Траву Знаете Они Специально Покупают Эту Траву В Корее И Потом Привозят В тот Город Где Я Например Нахожусь Да Я Помню Что Когда Я Был В Йоан Сбогу То Я Взял Чемодан Одной Сестры А там Была Корейская Закуска И Потом Полиция Нас Остановила На Таможне И Было Так Тяжело Столько Проблем Было Но Жены Служителей Зная О том Что Будут Такие Проблемы Но Все равно Приводят И Знаете Они Готовят Рис С Ячменью Раньше Я помню Как Я ненавидел Ячмень Но Сейчас Так Хорошо Готовят Что Рис Ячмень Очень Хорошо Зачитается И Очень Вкусно Знаете С возрастом Сила Самообладания Очень Сильно Падает Раньше Если Я говорю Я не буду Есть Значит Я не Ел А Сейчас Я Ем И Потом Жалею Ой Я так Много Сел Но Знаете Лучше Есть И Мучиться Чем Голодать Когда Я Смотрю На Себя У Меня Нет Условия Чтобы Господь Бог Мог У Меня Действовать Однако Когда Вы Становитесь Перед Богом Ни В Коем Случа Не Ставьте Себя Условием Для Того Чтобы Стать Перед Богом А Поставьте Иисуса Условием Когда Вы Молитесь Богу Послушайте Внимательно Господи Молились Во имя Иисуса Христа Нельзя Молиться Во имя Пресвиктора Хуана Или Пресвиктора Пака Понимаете Нельзя Во имя Своё имя Молиться А нужно Молиться Именно Во имя Иисуса Христа Когда Вы Заканчиваете Молитву Иисус Должен быть Поводом Для того Чтобы Мы могли Молиться Потому Что Бог Отвечает На Наши Молитвы Смотря На Кровь Иисуса Христа Нет Причины Господу Богу Не Слышать Вашу Молитву Понимаете Молитву Люди Которые Имейте Самую Лучшую Духовную Жизнь И Должны Иметь Веру Что Бог Будет Действовать У вас Почему Потому что Нет Более Специалиста Нет Более Совершенного Человека Как Иисус Христос Бог Который Слышит Молитву Иисуса Христа Мы Когда Молимся Во имя Иисуса Христа Бог Слышит Нашу Молитву Понимаете Это Когда Я говорю Например Какому-то Брату Брат Смотри Вот Моя Печать Вот Пароль Сходи В банк Сними Деньги Тогда Этот Брат Если Имеет При себе Печать Сейчас Я видел Что В банке Все Делают За вас Там В банке Пишут Мое Имя Потом Если Поставить Печать Тогда Он Сможет Получить Деньги Правильно То же самое Когда Мы Становимся Перед Богом Не Во Имя Пастора Уксу Пака Нужно Молиться А Нужно Молиться Во Имя Иисуса Христа И Поэтому У Иисуса Христа Есть Много Условий Чтобы Господь Бог Действовал Как Иисус Видел Как Бог Отвечает На Его Молитвы То же Самое Бог Который Отвечал На Молитвы Иисуса Христа Ему Не Важно Какие Мы Ой Господи Я Не Дал Десятину И Ляжил По Плоти Много Выпил Нет Все Это Перед Богом Не Проблема Потому Что Иисус Христос Совершенным Образом Решил Все Это Что Это Уже Не Стало Проблемой Понимаете Вот такая Сила Христа Бог Совершенным Образом Уже Совершил Понимаете Поэтому Мы Совершенным Образом Веруем Слово Иисуса Христа Сегодня Мы Читали О Прокаженном Что Говорит Этот Прокаженный Пришел Один Прокаженный И Клянесть Ему Сказал Господи Если Хочешь Можешь Меня Очистить Смотрите Этот Прокаженный Прокаженный Не мог Жить В городе Верно И Поэтому Когда он Спускался С горы До того Как он Вошел В город Он Прятался И Потом Видя Что Пришел Иисус Он Спустился Так Написано В Библии Когда Сошел Он С горы За Нем Последовало Множество Народа И Вот Подошел Прокаженный И Клянясь Ему Сказал Господи Если Хочешь Можешь Меня Чистить Что Говорит Прокаженный Иисус Ты Можешь Меня Очистить У тебя Есть Такая Сила Если Хочешь Ты Можешь Сделать Меня Чистым Смотрите Этот Прокаженный Да Он Немощный Он Слабый Но Господи Если Хочешь Можешь Меня Очистить И И Что Говорит Иисус На Это Хочу Он Говорит Хочу Очистись И Он Точас Очистился От Проказа Написано Мы Когда Живем В Этом мире Да Иисуса Уже Давно Нет В Этом мире Но С Тем Же Сердцем Которое Было У Иисуса Когда Он На Земле Он Та Же Действует Сейчас Неважно Какие Мы Когда Мы Поступаем Во Имя Иисуса Христа Сегодня Я говорил Джон О Котором Я Говорил Вначале Слова У него Не Был Одного Глаза Одной Руки Одной Ноги И Он Подумал А Наверное Мама Меня Не Любит Это Его Мысли Он Позвонил Маме И Что Ему Нужно Было Сказать Мама Это Джон Ой Джон Это Ты Скажи Где Ты Джон Я В Аэропорту В Городе Лос Анжелес Ну Он Сказал Все Хорошо Мама Но Мама Ты Прости Меня Я Не Специально Но Я Случайно Наступил На Мину Мама Твой Сын Потерял Один Глаз Одну Руку Одну Ногу Джону Нужно Было Так Сказать И Затем Когда Мама Услышала Эту Историю Если Мама Скажет Не Приходи Тогда Ему Можно Не Приходить Верно Но Сынок Правда Хорошо Но Ты Жив Поэтому Я Благодарен Тебе Сынок Ты Ради Свободы Кореи Посвятил Свою Руку Свою Ногу Это Честь Для Нашей Семей Сынок Давай Верно Вращайся Скорее Хочешь Я Тебя На Машине Встречу Сынок Мама И Так Сказала Джону Но Джон Он Не Сказал Так Как Есть Он Сказал Мама У 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 Он У У его лица. Но мама же не будет бросать своего сына. Знаете, когда я смотрю на мою жену, я вижу, что такое мама. Знаете, когда мы живем, когда мы говорим, что поедем в Америку, тогда она начинает готовить подарки для внуков, для сына, для невестки, и потом приходит ко мне и говорит, дай мне денег. Знаете, у нее есть специальный план. Моя жена никогда мне не скажет, что хочет поехать в Америку. Начинает звонить невестка. И самым-самым вежливым голосом она обращается ко мне. Я говорю, как у тебя дела? Она говорит, папа, можно, чтобы наша мама приехала в Америку? Я говорю, нет. Она в этот раз занята. Тогда невеста говорит, ой, я ничего не могу, пожалуйста. Пускай она приедет, пожалуйста. Она сама все хорошо может делать. Но на словах она говорит так. И знаете, когда я вижу, как в нашем доме все вертится, я вижу, что уже все запланировано. Но я, когда я смотрю внимательно, она готовит еду, чтобы дать внукам. Я, наверное, не должен рассказывать об этом. Моя жена всегда против. Однажды она приготовила кимчи. Я немножко наругал ее. Тогда она сказала, все, ни в коем случае даже не прикасайся. И потом она положила кимчи в сумку. И знаете, когда мы садились в самолет, там был немножко отступ. Я посмотрел, как же она будет поступать. Ей не получалось поднять эту сумку, потому что очень тяжелая была сумка. И она упала назад. И сюртесы испугались и начали помогать ей. Все, я больше не буду говорить, что было далее, потому что боюсь, что может случиться дома. Но знаете, моя жена, она счастлива видеть внуков, видеть сына, видеть невестку, видеть дочь. Она готова все дать им. Это есть сердце родителей. Знаете, я тоже. Знаете, если она просит деньги, тогда я редко даю. Но если она просит деньги для этого, то я всегда даю деньги с запасом. Всегда даю средства с запасом. И именно в этот момент наша семья в самой большой гармонии, мне кажется. На следующей неделе вечером я полечу в Америку. Там будет форум христианских лидеров. Сегодня утром мне позвонил сын. Сын и невестка, по-моему, уже посовещались, чтобы моя жена в этот раз не летела. А когда в апреле будет семинар, тогда, чтобы моя жена приехала пораньше, я отдохнула неделю и потом участвовала на семинаре. знаете, я ведь знаю, что мой сын и невестка не просто так это проводят, а они действительно очень любят мою жену и заботятся, и поэтому я тоже притворяюсь, ничего не знаю и допускаю все, что они хотят. Мне кажется, это есть сердце родителей. Нет родителей, которые бы так не поступали. Если родители так не поступают, это не настоящие родители. Да, посмотрите внимательно, если ваши родители так не делают, это мачеха или отчим. Настоящие родители не могут не поступать так. Но Господь Бог, он даже больше, чем наш родной отец. Он точно больше. Но дьявол нас искушает. Дьявол искусил нас и говорим, а, Бог не услышит нашу молитву. Наверное, Бог не будет отвечать мне на молитву. Почему вы принимаете такие мысли, скажите, дорогие братья и сестры? Ни в коем случае не принимайте такие мысли. Это мысли, которые дает сатана. И поэтому вы сразу удалите от себя. Вы должны различать. Если вы хотите вести духовную жизнь, вы должны уметь различать эти мысли. И тогда вам будет намного легче вести духовную жизнь. И вы сможете увидеть, как Иисус действует. И это прекрасно. Знаете, Иоанн, он ожил и до сих пор Иоанн свидетельствует. Мне кажется, я тысячи раз свидетельствовал о Иоанне. И каждый раз, когда я свидетельствую, есть сила, есть радость. Знаете, вся наша церковь знает, наверное, если кто-то не знает, его свидетельство, это шпион. Настолько большое счастье это свидетельство передает, потому что Господь Бог через слово спас жизнь одного человека. Это ведь прекрасно. Его жизнь изменилась. Или Сухен, как она выздоровела. Или пастор Нам Геон, который должен был умереть в тот же день, он на следующий день выздоровел. Господь Бог так действует. Знаете, да, человечество большое, но и когда мы просим Господа Бога, Господу Богу это нравится, Ему это угодно. А если никто не будет молиться Богу, тогда Богу будет скучно, понимаете? Эту мысль, которую говорит дьявол, что у вас не получится, не обманывайтесь. Я Сын Бога. Я кровью Иисуса Христа стал святым. И Бог сказал, что Он оправдал меня. Он сказал, что больше не будет смотреть на беззакония наши и грехи наши. И значит, поскольку Иисус Христос очистил все мои грехи, значит, если я обманываюсь, думая о том, что Бог не будет слышать мою молитву из-за моих грехов, это глупо. Сын Хён не имел особую веру. Она обычная была школьницей, но я просто коротко общался с нею, но она поверила в слово. Врачи говорили о том, что она не сможет встать с постели. Она ничего не делала, она просто поверила в слово. Интересно, Бог, знаете, она говорит, что удивительно, и Господь Бог додействовал и в семье, в нашей семье. Да, она сказала, вот это письмо. Я, к сожалению, не могу прочитать это письмо, но я очень благодарен Богу. кстати, я хочу, чтобы братья Кагнамской церкви все получили прощение грехов, и не было ни одного человека, который не получил прощение грехов. Если кто-то не знает это точно, не нужно стесняться, ведь есть люди, которые совсем не получили спасения. Не нужно стесняться. Вы скажите, пастор, я хочу поговорить о спасении, тогда я готов все оставить. Понимаете? Готов остановить самолет, который летит. Да? Я могу сказать, да, чтобы самолет остановился, и в самолете вместе будем лететь и общаться. И чтобы вы вошли в мир веры. В этот раз многие служители приехали, 95 служителей приехали к нам, чтобы учиться у нас. В дальнейшем мы хотим дальше тренировать служителей в Нью-Йорке, в Америке хотим купить здание. Вчера в Индии хотели купить здание, и поэтому наши служители рассказывали, они сфотографировали помещение, и все мне показали, но, к сожалению, я не взял эти фотографии с собой. Все служители всего мира хотят получить спасение. Я хочу, чтобы мы все вместе научились жизни по вере и трудились ради Господа Бога. Тогда весь мир станет прекрасным. мы будем заниматься такими делами с 2017 года, 2017 год, 2018 год, сейчас 2019 год, два года получается прошло. 2019 год сейчас и Господь Бог, знаете, удивительным образом Он сделал, чтобы 84 тысячи служителей получили спасение. мы им теперь рассказываем о Библии и чтобы они жили по вере, чтобы имели точную уверенность в спасении. Если они научатся жизни по вере, я уверен, что служение будет для них очень интересным, будет большая радость. Ведь Бог когда отвечает на наши молитвы, у нас есть большая радость, согласны? Чтобы мы могли лезть ради других, Бог тогда будет действовать полутный Сын. когда становился перед Отцом, Он точно знал, что в Доме Отца есть множество хлеба. А второе, да может Отец изгнать меня из дома, но поэтому я не достану называться Сыном, но найми меня в число наемников. Пусть я буду наемником, но зато я не буду голодать. Лучше я пойду в Дом Отца и буду наемником, чем останусь здесь. И поэтому Он мог смело стать перед Отцом. Понимаете? Я желаю, чтобы и вы стали перед Богом, смело. Знаете, что Богу нравится? Богу нравится отвечать на ваши молитвы. Именно поэтому, даже если вы некрасивые, не страшно. Понимаете это? Даже если у вас фигура не 33 на 22 33, а даже если у вас фигура 58, 66, 58, но когда вы в веру идете к Богу, к Господу Богу это радостно. Давайте мы теперь будем жить жизнью, которая рада Господа Бога. Давайте не будем делать, чтобы Бог скучал, но чтобы Он очень занято трудился ради нас. Давайте шаг за шагом, открывая Библию, будем открывать сердце Господа Бога. А если я буду молиться так, Бог услышит мою молитву. Именно с такой верой, когда мы будем делать шаг вперед, тогда я верю, что Господь Бог обязательно будет действовать у вас. я желаю, чтобы Господь Бог действовал в вашей жизни и тогда представляете, как это будет прекрасно. Я уже говорил, если бы не плакала в тот день, тогда бы вся наша семья погибла. Бог, который защищает нас, Он с нами. И до сих пор Господь Бог помогал мне, давал мне здоровье, чтобы я мог передавать Евангелие. Я очень благодарен Ему. Дорогие братья и сестры, нам надо очень многое сделать. Пройдет 50 лет, я думаю, что из вас меньше половины останется в живых. Правильно? Ну, может, чуть больше, потому что тогда может средняя проживаемость увеличиться. Однако, 50 лет пройдут быстро. А спустя еще 30 лет, тогда, мне кажется, некоторых из вас не станет. Но 30 лет это быстро пройдет. Но в Царстве Небесном мы вечно будем ведь. Давайте вечно будем жить в Царстве Небесном. Будем трудиться в этом мире ради Господа Бога. Будем передавать Евангелие. И, если что-то нужно, будем с дерзновением просить Господа Бога, чтобы Бог дал. И что Бог точно даст, мы будем иметь веру. Если мы имеем близких, Бог помилует, чтобы они спаслись. Но, к сожалению, у многих людей родственники, родители стали ближе, чем Бог. Давайте теперь будем такой жизнью жить, в котором Бог будет ближе всех. А потом семья, чтобы Иисус Христос, Господь Бог, активно действовал в нашей жизни. И эту мысль о том, что Бог не будет у нас действовать, не надо брать в голову. Если у вас есть какие-то сомнения, вы спросите у меня. Тогда через слово я вам покажу, как Бог будет у нас действовать. Давайте верой будем поступать. Господь Бог один за другим. Он решает ваши вопросы. Давайте через Господа Бога будем все решать. те вещи, которые вы не можете решить сами. Давайте через Господа Бога мы решим, как человек, который болел 38 лет, выздоровел, как человек, который был расслаблен, выздоровел, чтобы и Бог у нас действовал, и чтобы мы прославляли Господа Бога, и чтобы наша церковь стала такой драгоценной церковью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова